Я предлагаю сегодня сюжет, который подготовили наши обозреватели, а потом продолжим нашу беседу о роли Китая в мировой экономике. На чем держится китайское экономическое чудо? Как говорят сами китайцы, живущие в России, в первую очередь на частных фирмах, на том самом среднем классе, которого так мало в России. Экономические реформы в обеих странах шли почти параллельно. Но в Китае в 90-м году было 92 тысячи мелких частных предприятий, а через 13 лет уже 3 миллиона. За эти 13 лет стоимость продукции, которую они производят, выросла почти в 200 раз. Китайцы очень трудолюбивые. Это самый трудолюбивый народ в мире, который готов отдавать все свои силы, свою энергию, все свое свободное время на благо своей Родины. Они готовы работать даже по 70 часов в неделю. Еще я выделяю грамотную политику Коммунистической партии, потому что проводится масса мероприятий по укреплению внутреннего бизнеса, по созданию новых рабочих мест на производстве. Внутренний бизнес укреплен миллиардной армией дешевых рабочих. Ее обеспечила Коммунистическая партия, закрепив пропиской крестьян в деревне, а горожан в городе. Потому работодатель знает, что завтра на место строптивого работника он, условно говоря, выпишет из деревни послушного. На самом деле есть два Китая. Китай-труженик и Китай-крупнейший потребитель предметов роскоши. Китай, для которого строят Флорентийскую деревню, каналы Венеции и Римский колизей. Разработчик проекта уверяет, что сейчас элитную недвижимость продать оптом можно только в Китае. Вот еще один фактор, благодаря которому свершилось китайское экономическое чудо. Благодаря мысли, что китайский коммунист может быть богатым и обязан проповедовать коммунистические идеи. Папа тоже коммунист. Мне кажется, что коммунизм, в отличие от капитализма, имеет ряд преимуществ. К примеру, все люди равны, но хотя китайский коммунизм находится в трансформированном виде. Не в полном смысле, мы тоже приведем капитализм, но тем не менее капитализм способствует повышению экономики, развитию экономики. Много лет живя в России, китайские студенты наблюдают за переменами. За последние пять лет изменилось отношение к иностранцам. Китайцы просят толерантности. О неизменной осталась коррупция, о которой осведомлен каждый работающий студент. Страстнейшей проблемой Российской Федерации является коррупция везде. С улицы берут, там все, милиционеры, полицейские берут, то есть из китайцев несколько тысяч рублей. Но это милости, но тем не менее. В Китае ситуация неная. Если, ну не знаю точно, если превращать какую-то определенную сумму денег, чиновников могут наказать смертной казни. Это правильно. Я коррупционирую, что за. Это еще один столб, на котором стоит китайское экономическое чудо. Неизбежность смертной казни за коррупцию. Не получится ли так, что плата за спасение мировой экономики может оказаться слишком высокой? Спасибо. Спасибо. Спасибо.